Это выражение, звучит немножко странно, но на самом деле нет, это на арамейском языке, оно из книги Зоар, там мы встречаем его несколько раз. Простой перевод этого выражения, матэ это достичь, в это и, ло это не, и еще раз матэ, то есть достичь и не достичь. Есть какое-то явление, какой-то процесс, который заключается в том, что кто-то, сейчас я скажу потом кто, достигает чего-то, потом по какой-то причине отходит или отворачивается, или видит, что надо дальше что-то сделать потом, и это не называется еще достичь, надо еще что-то делать. То есть такой процесс идет постоянно, и сейчас посмотрим, кому это нужно, зачем никто. Когда Творец сотворял мир, то ничего не было. И процесс сотворения, я тут упрощаю, и использую это для данного случая, потому что тут разные вариации бывают, когда другие случаи, то он направляет свой свет в какую-то точку, где в его проекте, так скажем, должно быть что-то. То есть в этой точке должно возникнуть что-то. Чтобы возникло, нужно желание Творца. Без его воли, без его желания ничего не будет. Надеюсь, это понятно. Как он выражает свою волю и желание? Он направляет туда свет. Тогда в этой точке туда направляется свет. Ну и что? И будет свет, но ему же не свет нужен, а что-то другое. Тогда, когда свет подходит туда, куда нужно, Творец как бы, в каком-то смысле, это сложная тема, но сейчас неважно, он как бы отворачивается, как бы отходит. И получается, что, так вот, это вот, приходит свет в точку, это мате, отходит и отворачивается тало мате. Мате достигает, свет Всевышнего достиг этого места, а потом, когда он отвернулся, не достиг, потому что его нет, он ушел. Но есть правило, если где-то был свет Всевышнего, или где-то была воля Всевышнего, где-то было его желание, это уже место не может быть ничем. Уже остается всегда память об этом. Это слишком сильное явление воли Творца. Поэтому даже, когда он отворачивается, остается память. Эта память вызывает желание, чтобы снова туда пришел этот свет. Это желание вырабатывает, так сказать, такое состояние, которое похоже на желание человека что-то получить, например. или на просто сосуд, вот, стакан, просто случайно, стакан. Там вода, если ее вылить, ничего не будет, но на стенках будет еще остаток воды. Этот остаток воды для этого сосуда будет напоминанием и желанием получить. И таким образом процесс мате-вело-мате вырабатывает, во-первых, явление сосуда. Потому что мы говорим о свете. Там ничего нет, там только свет. Но когда туда приходит свет Всевышнего, в эту точку, и отходит, остается память о нем. Эта память не есть свет, а есть намного, что-то намного меньше, чем этот свет. Некое огрубление этой формы, некая отсветка, подсветка, но не свет. И вот эта возможность постепенно получать эти слои, снова потом придет, отойдет, снова придет, отойдет. И вот, наращивается грубая форма, не световая, а грубее, чем свет. И это как бы стенки сосуда. В переводе на наш человеческий язык, Творец хочет что-то сообщить, выразить свое желание, свою волю, а потом отворачивается и создает нам возможность не просто получить от него, а хотеть получить. А это уже другое дело, это намного больше. И поскольку мы не можем получить, что мы хотим, а только столько, сколько он даст, то у нас будет ощущение нехватки, может быть, удовлетворения от того, что мы получили, но в то же время желание получить больше, начинается взаимодействие нас и Творца. То, что получается, называется сосудом, а его направление называется светом. И так, это основные два понятия в состворении мира. Есть его божественный свет, и есть сосуд, который в каком-то смысле осознает это, понимает это. Потому что, если нет осознания и понимания, то и нет творения. Человек, Всевышний, не может сотворить что-то, а мы к этому не имеем отношения, и не понимаем, и не сознаем, хотя бы в минимальной степени. Вот это осознание и понимание называется сосуд. Таким образом вырабатывается возможность сотворить мир, в котором есть объекты, которые осознают, что мир сотворен Всевышним. Огромная цель выполнена. Вот таким образом, с помощью этого явления мате-вело-мате. В плане педагогическом, скажем так, хороший учитель, он не только объясняет. Он что-то объясняет, обучает, а потом уходит, или делает перерыв, или даже еще более эффективно создает ситуацию, что его не достичь просто так. Например, раз в неделю, допустим, раз в неделю урок, то с следующего урока он уже не общается. И надо думать, переживать, страдать, радоваться и ждать следующего урока. Так ученики вырабатывают возможность лучше понимать и лучше осознавать, и лучше ценить, что у них был учитель. Это, видите, высокий материй перевел в обычный наш мир. Теперь хочу поделиться с вами тем, что я размышлял немало, стоит ли мне об этом говорить. Дело в том, что то, что я сейчас рассказал, это очень упрощенная форма. Они всегда упрощенной формы нужны. Они могут вызвать, может быть, и неправильные реакции, или что-то, слишком простил, например. С другой стороны, тема вот эта мате, вело-мате, которую мы обсуждаем, она считается одной из нескольких сложнейших тем духовных миров. Это я вам так просто объяснил, а на самом деле совсем не так. Мы находим это, как я сказал в книге «Зор», разъяснение и обсуждение у великого Арии. Великий Арии – это Раби Ицхак Лурияшкин Ази, который жил, скажем, примерно 400 с чем-то лет тому назад, родился в Иерусалиме, но потом он жил в городе Цфат. Его биографию сейчас не буду обсуждать, это не важно. Он жил в городе Цфат всего лишь два года, за эти два года он преподнес, преподал, рассказал величайшие глубины Торы. Это совершенно уму непостижимо, как это можно сделать за два года. У него была группа учеников, из них основной был Рабихаим Виталь, который обладал качеством, почему стал основным? Он обладал качеством полного принимания, полного запоминания на 99%. Если он что-то не запомнил, он потом писал «Я не точно запомнил». Поэтому, если он записал, это всегда точно. Потому что, когда что-то он не помнил, сразу говорил, что я не отвечаю за это. Таким образом, за эти два года создался материал примерно для 25 книг обычного, стандартного размера. Это много, 25 книг за два года. И основная книга называется составлена из этих записей. Это не книга. Великий Арини Кик книги не записал. И даже Рабихаим Виталь, он не записал книгу как книгу. Он составлял всякие записи, компоновал их. Только его сын потом больше составил, но тоже не до конца. Так вот, основная книга называется «Эцхаим». Дерево жизни. То самое дерево, которое было в Ганедене, в раю. Намек на него. «Эцхаим». И в «Эцхаим» он делится на 50 глав или частей более точно. Лучше сказать на 50 частей. Или разделов еще лучше. 50 разделов, а разделы на главы. Поэтому 50 разделов. Поймете, почему я сейчас об этом говорю. И вот в седьмом разделе, седьмой раздел посвящен «Матэ Вилло Матэ». Не зная ничего, что мы понимаем, что мы, из того, что я вам рассказал, что это в седьмой раздел. Это значит, довольно в начале, всего 50. Так уже это значит, один из таких первых разделов. Этот «Матэ Вилло Матэ». И там ряд глав имеются. Так что это не что-то, что можно написать на одной странице или на двух страницах. Целый раздел. Что еще я вам скажу. Да, и крупнейшие, те, кто объясняли нам книгу «Эцхаим», и вообще все вокруг этого за эти 400 лет, они все подчеркивали невообразимую сложность понятия этой темы «Матэ Вилло Матэ». Видите, а вы предложили мне просто так рассказать. Я постарался, что-то рассказал, но это непросто. Чтобы понять, что это я не прикрываюсь этими словами, как говорится, не отлынивая от работы, а действительно непросто. Я просто намекнул, почему это сложно. Высшие миры, духовные миры, делятся на какие-то этажи. Очень высокий этаж называется, я скажу название, не надо вникать в него, называется словом «Ацелут». Но не самый высокий этаж. Над ним находится этаж, который сокращенно называется из двух букв «Ак». Тоже не важно, что это значит. Над этим еще есть бесконечность. Но это то, до чего мы можем как-то говорить, обсуждать. Вот «Ацелут» мы еще можем, «Ак» уже практически не можем. Так вот, «Матэ Вилло Матэ» относится к верхним этажам этого «Акка». Теперь представляете, как где это высоко, насколько это высоко. И более того, не только там эта тема обсуждается, но эти верхние этажи в этом «Ак» рассматриваются с точки зрения их структуры. Наверное, слышали из понятия «Сферот», не важно, что это означает, но это 10 элементов, 10 проявлений Всевышнего в каждом деле. Так вот, в этих высоких этажах «Ак» тоже все 10 сферот, всюду есть 10 сферот. Так представляете, это еще, значит, высшие этажи, которые вообще недостижимы, непостижимы. Они еще расщепляются на 10 вот этих сферот и обсуждается взаимодействие. И получается, де-факто, что человеческий ум не в состоянии это постигать. Это слишком сложно и слишком высоко. Конечно, можно делать вид, можно что-то говорить, можно что-то прочитать. Я говорю, книга «Айцхоим», которая нечитабельна, она на иврите написана, и только на иврите может быть, больше нету небесного языка. В определенной степени еще арамейский подходит, а больше ничего нельзя. Так вы понимаете, куда мы забрались? Поэтому вот эти наши такие большие учителя, все, кто объясняет книгу «Айцхоим» и так далее, подобные книги, они подчеркивают, что эта тема чрезвычайно сложна. Ну, видите, я оправдался тем, что вам рассказал только несколько фраз, чуть-чуть, но я думаю, что какое-то представление вы получили. Ну, это, пожалуй, наверное, все на эту тему. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...